Доброе утро! Весь Красноярский край! Ну что, мы прямо сейчас находимся в одном из дворов Красноярска. И здесь вот такая проблема сегодня. Напомню, что аномальные морозы этой ночью были до минус 40 в Красноярске у нас доходило. И вот такая проблема сегодня возникла, что многие автомобилисты все-таки не могут завести свой автомобиль. Мы сегодня с моим оператором Константином Шубкиным приехали в один из дворов, как я уже сказала, Красноярска, чтобы помочь прекрасной девушке Татьяне, потому что вот она как раз-таки столкнулась с такой проблемой. Татьяна, здравствуйте! Доброе утро! Как давно, вот сколько дней уже не можете свое авто, своего коня завести? Ну я решила на работу, уже два дня не езжу. Сегодня, думаю, надо заехать, посмотреть, как там дела, поэтому и вы тут удачненько приехали. Как вам сегодня погодка? У меня дочь школа ушла. Ушла, отпустили? Да, сейчас позвонила, сказала, что она одна, но она сказала, что я пойду, поэтому ушла. Ну нормально погодка, погодка, сегодня ветра нет. Отлично! Татьяна, ну что, вам отличного настроения? Мы сейчас будем трудиться над тем, чтобы как-то завести, попробовать ваш автомобиль. И рядом с нами сейчас находится Гурген, это как раз-таки специалист по отогреву авто. Гурген, здравствуйте, доброе утро! Доброе утро! Ну скажите, что будем делать сейчас с автомобилем Татьяны? Как вообще автомобиль ваш оборудован, чтобы помогать всем красноярцам в такой экстренной, я бы сказала, ситуации? Ну у нас как бы есть тепловая пушка, безопасная, надежная, очень сильно. Давайте начнем? Давайте начнем, конечно. Что нужно делать в первую очередь? Ну открыть капот и вообще нужно спросить владельца. Вы заводили машину сегодня? Сегодня нет. А ночью пытались завести, не заводилась, да она? Ничего не пыталась. Тогда откройте капот, хорошо. Так, сейчас мы с вами откроем капот. Я знаю, что у вас есть специальное одеяло, для чего оно нужно? Ну одеяло хорошо, машина дольше остывает, тепло же поднимается наверх и задерживает тепло, и машина дольше остывает. Ну на зиму это очень хорошо. Но сначала все-таки сейчас нужно посмотреть капот, да? Нет, мы сейчас просто посмотрим, масло загустелше, не загустелше, вообще у нее. Ну что можете сказать? Масло очень плохое, за автомобилем точно не следили. Татьяна, не следили за автомобилем. Гурген, давайте все-таки сейчас приступим, все-таки накроем, наверное, одеялом, правильно я понимаю? Сейчас это будем делать? Сейчас мы все сделаем, посмотрите. Давайте, начинаем. Ну что, вообще скажите, пожалуйста, за эту холодную ночь сколько у вас было заказов? Можете делать и со мной общаться. У нас больше 15 заявок ночью было. На утро очень много заявок, сейчас очередь люди ждут все. Люди ждут? Люди ждут! Красноярцы, ну что, мы вас, конечно, не будем задерживать, но сейчас вам обязательно Гургена к вам позже отправим. Но сейчас покажем вообще, как вообще этот процесс весь происходит. Вот смотрите, вот это, я так понимаю, что это называется... Как это называется, расскажите. Австанавливаем пушку сейчас. Спереди у нее защита стоит, нужно поставить сбоку. Но тоже сбоку нужно уметь ставить, не просто так запихать пушку и все. Там много пластиковых трубок идет, ну всякие там топливные трубки. Очень опасно, надо уметь все это делать. Так, ну что, вот сейчас мы с вами видим, как Гурген трудится, смотрит, включил свет и просматривает, как нужно правильно сделать, как нужно правильно отогревать авто. Ну, Татьяна тоже у нас замерзла. Ну что, как там, Гурген? Как ситуация, расскажите. Да все нормально. Все хорошо? Да, все хорошо, сейчас скрою заведем. Пушку будем подключать уже, да? Конечно. Так, а вот скажите, давайте дадим мы с вами совет красноярцам все-таки. Вот, например, мой знакомый, он уносит домой в морозы аккумулятор. Нужно так делать или нет? Нет, ну это неплохо будет, конечно, аккумулятор замерзает, если обычный аккумулятор, они имеют свойство замерзать, потом просто не заводят с утра, ток плохо выдают. Как бы если уносит, хорошо, конечно, ну плохо в мороз такой выводить вообще машину. Лучше либо автопрогрев, либо вызывать службу отогрева. Все, поняла. Ну что, коллеги, прямо сейчас мы будем продолжать вместе с Гургеном и Татьяной прогревать автомобиль. Чуть позже покажем, получилось, не получилось. Я надеюсь, что получится, всем отличного настроения.